Рэпер против политиков. Как выглядит маленькая принцесса Великобритании и почему детей лучше не приглашать в прямой эфир. Самые яркие события дня со всего мира собрали в международном обзоре наши корреспонденты. Завтра ей исполняется два года. Официальное фото британской принцессы Шарлотты опубликовала королевская пресс-служба. Снимок сделала мама, герцогиня Кембриджская Кейт. На фото заметно, насколько выросла маленькая принцесса. Она не часто появляется на публике. И только благодаря таким редким фотографиям поклонники узнают о жизни ребенка. Хотя Шарлотта и младшая, сестра наследника престола Джорджа, но она пользуется огромной народной любовью. Эмином судится с правящей партией Новой Зеландии. Знаменитый рэпер обвиняет политиков в незаконном использовании его песни. Суперхит «Lose Yourself» звучал в промо-ролике национальной партии. И никакого гонорара автор за это не получил. Новозеландские партийцы утверждают, использовали лишь фрагмент композиции, который купили в официальной базе данных. Эмином не согласен и собирается отсудить кругленькую сумму за нарушение авторских прав. Малыши в прямом эфире – катастрофа. Доказана Софи Маккартни, матерью двоих детей, которая прославилась в интернете. Ее непослушный сын то и дело корчил рожи и откровенно зевал во время интервью. Софи сняла пародию на хит британского певца Эда Широна, посмеявшись над запахом подгузников и непослушными отпрысками. Ее веселая песенка стала настолько популярной, что обычная домохозяйка Софи в одночасье превратилась в звезду. Двое детей чудом спасли в США. В штате Техас, где сейчас бушуют штормы и наводнения, перевернулась машина. Там оказались заблокированными грудной и годовалый ребенок, которых пытались освободить родителей, просто проезжавшие мимо люди. После нескольких минут отчаянных попыток им удалось взломать дверь и вытащить малышей, которые едва дышали. Позже родители отчитались дети в больнице. Состояние тяжелое, но стабильное. Из-за непогоды за минувшие сутки в США погибли 14 человек. Золото и бриллианты для кинозвезд. Пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля стала не только престижной, но и драгоценной. Награда изготовлена из чистого золота и украшена 167 бриллиантами. 40 часов над ней трудилась команда лучших ювелиров. Впрочем, пока неизвестно, кому достанется золотая ветвь. Каннский кинофестиваль стартует 17 мая. Секретную ракету от компании SpaceX успешно запустили с космодрома Канаверал. Изготовили ее по заказу Министерства обороны США. Больше никаких деталей не разглашают. Возможно, на орбиту вывели спутник-шпион, который будет собирать разведданные. Инновационная компания SpaceX первая за 10 лет коммерческая фирма, кроме Боинга, с которой сотрудничает американская Минобороны. В этом году в планах компании 27 звездных запусков.